МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казарского городского собрания это стало временем поиска новых форм и возможностей. Дистанционно, но всегда в контакте с нашим населением. Люди также просят помощи по домовой территории, по детским площадкам. Встречаемся, общаемся, соблюдаем все меры предсторожности. Маски, перчатки – это мы требуем обязательно. Разумеется, ограничительные меры не снимают ответственности перед избирателями. Скорее наоборот, работы значительно прибавилось. Наши избиратели, наши горожане не знали, как действовать в этой ситуации, кому обратиться, что делать, если поднялась температура, какие лекарства принимать, кому-то нужны какие-то продукты, и как можно добраться до волонтеров и пригласить их для того, чтобы они пришли и помогли этим людям. Все эти вопросы взяли на себя депутаты. Мы были рядом. Парламентарии, пересмотрев привычные методы, в ускоренном темпе внедрили современные технологии. Решать актуальные вопросы горожан депутатский корпус стал с помощью соцсетей и электронной приемной. Так, по словам Евгения Кадышева, этот период стал еще временем взаимопомощи. Волонтерский центр в рамках проекта «Мы вместе» объединил добровольческие организации для поддержки людей в связи с ограничениями из-за COVID-19. Активно участвуют в этом проекте народные избранники. Сегодня в этих непростых условиях работа городского собрания, конечно же, ограничена действующей пандемией. Но, тем не менее, все депутаты также работают в своих округах. Во время начала и сейчас всем нуждающимся были оказаны необходимые услуги. Созданы были, во-первых, волонтерские штабы на каждом округе. Всего 21 округ, и вместе с городским штабом были созданы эти волонтерские штабы. Был создан волонтерский штаб и в партии «Единая Россия», где тоже оказывалась помощь людям, тем, кому за 65+, и тем, кто не мог выходить на улицу в силу причин. Всего депутатами городского собрания депутатов совместно с администрацией было роздано 30 тысяч продуктовых пакетов. Мобильная группа доставляет людям старшего возраста не только продукты питания, но и медикаменты и средства индивидуальной защиты. Михаил Абрамович, здравствуйте. Мы знаем, что вам нужна определенная помощь, поэтому мы хотели вам передать вот такой замечательный пакет с овощами. Тут еще верба освещенная. Я самый старый волонтер. Да, я не знаю. Я сейчас помогаю. Еще будьте, пожалуйста, здоровы. Я буду... На улицу не выходить. Я не выходу, не выходу. Социальная ответственность и милосердие, которые может и могут и должны оказывать и простые люди, и предприятия, и организации, и, безусловно, добровольческие объединения. С марта депутаты совместно с волонтерами начали доставлять лекарства для тех, кто был вынужден оставаться дома. В помощь волонтерам подключили современные технологии. Речь о новом мобильном приложении, которое позволяет отслеживать весь путь доставки лекарственных препаратов до адресата. Вадимир Викторович, на одном из заседаний Чебоксарского городского собрания депутатов вы выразили интересную инициативу о том, чтобы выстраивать отношения, работу электронной форме избранников и избирателей. В чем вы видите преимущество такой работы? Посмотрите, я считаю, что депутат должен быть близким к народу. А соответственно, ну потому что иначе я не понимаю, какой смысл избираться. Коронавирусная инфекция внесла определенные коррективы, и мы не можем встречаться очно, либо это будет представлять угрозу для жизнедеятельности либо депутата, либо его избирателей. Поэтому я считаю, что депутат должен быть близким для народа, и к нему можно дозвониться, и, соответственно, благодаря информационным технологиям можно нивелировать эффект того, что мы не можем встретиться в одной комнате. Мы должны создать единый календарь приемов, удаленных приемов депутатов, по которому, собственно говоря, по скайпу, либо по другим бесплатным программам жители могут связаться и прийти на прием ему удаленно. Это раз. Два. Мы также, депутаты, встречаемся при работе в различных комиссиях, и, соответственно, есть возможности проводить эти встречи в режиме видеоконференций. И в третье. Мы печатаем очень много бумаги, а, соответственно, можно этого избежать, если хранить документы, которые формируются для проведения работы различных комиссий и заседаний, мы можем их хранить на общем ресурсе, на сервере, и просто рассылать ссылки депутатам, которые будут осуществлять к ним доступ либо с помощью своих мобильных устройств, либо с помощью стационарных компьютеров, которыми я предложил оснастить те залы и переговорные, которые используются для проведения этих мероприятий. То есть часть, можно сказать, что даже оперативнее, часть вопросов будет решаться? Конечно, потому что где бы ни находился депутат, можно с ним быстро связаться, и не требуется транспортное плечо на то, чтобы собраться в каком-то одном месте. И самое главное, это все условно бесплатно, потому что мы для реализации этого проекта предложили использовать открытое программное обеспечение. Весь год депутаты выходили в рейды, чтобы проверить соблюдение ограничительных мер. Здесь разметочки мы дистанционные, тоже не видим, полтора метра. Я зашел первый раз, и не вижу, так и дистанцию мне выдержат полтора метра. Она должна быть нанесена, вот половая разметка на полу. Должна быть. Хорошо, исправил, исправил, извини. Будь то розничная торговля или сетевые гипермаркеты, требования едины. И соблюдать их нужно неукоснительно. В любом входе розничной торговли должна быть антисептическая жидкость. На входе, на выходе с той стороны антисептическая жидкость имеется. Предупреждение о том, что без масок люди, которые посещают тот или иной торговый павильон, не обслуживаются, тоже имеется. Но вот с разметкой совсем дела плохо обстоят. Нет антисептических ковриков. Итог проверки – несколько нарушений. Но в соблюдении ограничительных мер мелочей не бывает. В общем-то, борьба с коронавирусом стала одной из главных задач этого года. Профилактические рейды в столице стали регулярными. Люди должны понять, здоровье и самочувствие их и их близких зависит от соблюдения мер безопасности. Маски в общественных местах и транспорте сейчас уже требований закона. Об этом троллейбусах, автобусах и маршрутках периодически напоминают сотрудники Роспотребнадзора, полиции и столичной администрации. Место маски не в кармане, а на лице. Чтобы защищать органы дыхания, утверждают специалисты Роспотребнадзора. К тому же масочный режим – требование регионального законодательства. Режим повышенной готовности, введенный в Чувашии в апреле этого года, не отменен. Некоторые пассажиры подзабыли, что коронавирус все еще опасен и подхватить его там, где много людей, проще простого. Подупреждаем, что маски надо одевать. Которые сядут, деньги пускай ищут, и которые как сядут, маски ищут, одевают, потом отплачиваются. К Вашему совету они прислушиваются? Одевают маски? Ну, одевают, слушаются, не убежаются. Особое требование и к перевозчикам. По правилам они должны дезинфицировать транспорт между рейсами, кондуктор, обслуживать пассажиров в маске и перчатках. Водитель тоже. При этом ему необходимый запас сменных масок и дезинфекторов. В данном салоне запаса не оказалось. Пришлось писать объяснительную. По этому факту была взята объяснительная с водителя. Дальше мы ее рассмотрим совместно с Чебоксашским троллейбусным направлением и с самим водителем. Далее примем решение о том, что будет направлено объяснительные материалы, собранные в ходе проверки, дальше в судебный орган. Еще одна грань ковидной жизни обращения от горожан о перебоях в поставках нужных лекарственных препаратов и росте цен на них. В осенне-зимний сезон все мы становимся постоянными посетителями аптек. В этом году по понятным всем причинам поводов стало больше. На повышенный спрос фармацевтический рынок отреагировал не только ростом цен, но и перебоями в поставках. Активисты народного контроля проверили наличие в столичных аптеках жизненно важных лекарств. Днем с огнем не сыщешь, так отзывается о ситуации чебоксарец Алексей Алексеевич. В поисках нужных лекарств он после лечения в стационаре обошел несколько аптечных пунктов, но так и не нашел, не говоря уж о ценах. Цены ли я? Повышенные, да, да, да. Орбидол я, так, мне 5 тонн назад взял. Он 20 капсул, он 600 рублей или 650, что ли, был. Он так, он не должен стоять. Сейчас и ненадежь. Звонишь и ненадежь. Вот меня выпустили сейчас. Пару лекарств я не мог найти. Перебои в поставках единодушно отмечают и другие посетители аптек. Внучки надо было сейчас, и поэтому пришла. Лишь лежащая третья, это аптека. Вот у меня две маленькие внучки, витамин Д3, и в продаже исчез полностью. Вот, его искали, ездим везде, всюду. Понадобились для инъекции витамины В6. Обзвонила несколько аптек и нашла только в северо-западном районе. Лекарства, конечно, дорогие. Хожу вечно, вот ищу, где бы только подешевле. Пусть несчастный рубль, но все-таки дешевле. Такие жалобы и стали поводом для очередного рейда. Депутаты Чебоксарского городского собрания и члены народного контроля проверили три аптеки по Игерскому бульвару. Мы хотим, значит, посмотреть наличие жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Коронавир, афимовир, но его в наличии нету, да? Лишь в одной из трех проверенных аптек оказался полный список лекарств. В их числе и дефицитный ариплевир. Но, увы, цена на лекарства против вирусной инфекции явно завышена. Хотя спрос рождает предложение и законы рынка никто не отменял. Но все же речь идет о здоровье людей. К нам жители нашего города обращаются, говорят, вот обратилась в эту аптеку, там, значит, цены очень дорогие. И действительно, вот мы составили перечень, и цены у нас между аптеками очень разнятся. Конечно же, мы это тоже должны привести как-то в определенный алгоритм, чтобы цены были более-менее, не превышали процентные надбавки, которые должны быть какой-то критической и для нашего горожанина завышенной. Вот этим тоже мы здесь отреагируем. Те аптеки, которые действительно, значит, есть большие и грубейшие нарушения, не только в рамках этого распоряжения, а в целом, мы, наверное, будем готовить письмо в адрес Министерства здравоохранения и Росздравнадзор, для того, чтобы они приняли по тем или иным аптекам соответствующие меры. Кроме того, в ходе рейда депутаты и представители народного контроля посмотрели, есть ли в аптеках информационный материал о соблюдении масочного режима, разметки для соблюдения социальной дистанции, средства для дезинфекции рук, маски и перчатки. Результаты проверки активиста доведут до сведений Минздрава Чувашии. В этом году День Республики праздновали тоже с соблюдением ограничительных мер. Украшением столицы стали флаги с символами юбилея, баннеры и другие объекты. Уникальный проект – художественная экспозиция 100 выдающихся людей Чувашии. Такие визуальные перемены порадовали граждан. Ну, наш город, конечно, красивый, стараются. Везде все такой порядок. Мне очень нравится. Но, разумеется, главным подарком к празднику стала обновленная Красная площадь. Светомузыкальный фонтан, комфортные зоны отдыха, современная детская площадка. Масштабная реконструкция Красной площади началась в прошлом году, а уже сегодня она преобразилась до неузнаваемости. Здесь появилась современная детская площадка, настоящая палуба с гамаками, удобная парковая мебель, уникальная площадка для романтиков. Теперь на Красной площади можно сыграть в шахматы или исполнить любимую песню со сцены. Стоимость работ по реконструкции составила более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Город получил средства по федеральной субсидии, выделенной в рамках программы развития культуры и туризма. Современная, удобная, комфортная, уютная территория обновленной площади объединяет взрослых и детей. Вот какое место для вас в нашей республике одно из самых главных и самое ваше любимое? Есть такое? Есть. Какая? Вот знаете, есть такая песня, «Есть только миг в этом мире бушующих». Вот здесь вот ровно в этот миг, это вот ровно то место, где мы с вами сейчас общаемся. Главным украшением площади стал светомузыкальный фонтан, мелодии для которого выбирали сами горожане. Видно, что все сделано с душой. Красная площадь заиграла новыми красками. Она стала удобнее, комфортнее, красивее. Поделился своими впечатлениями в Рио главы республики Олег Николаев. Масштабная реконструкция главной площади столицы завершилась, но ее благоустройство продолжится и в следующем году. На 49-м очередном заседании Чебоксарского городского собрания народные избранники отчитались о проделанной работе и наметили задачи на ближайшую перспективу. Практически мы не отчитались за все пять лет работы депутатов 6-го созыва городского собрания депутатов. В этот срок было введено 20 детских садов. Сдано 436 тысяч квадратных метров жилья в 2019 году только. Это рекордное количество квадратных метров. Депутаты всегда были со своими избирателями. Депутатский корпус в прошлом году провел 10 заседаний, приняв 82 решения по формированию и совершенствованию нормативно-правовой базы города. Сегодня задача органов местного самоуправления создание благоприятного инвестиционного климата и пополнение доходной части бюджета. Кроме того, депутаты стараются поддержать инициативы граждан, которые могут повлиять на развитие города. Чебоксарские депутаты сделали свой выбор в голосовании по внесению поправок в основной закон страны. Часть изменений направлена на сохранение исторической справедливости. Очень много важных вещей в нее в поправке включены. Это понятие «бог» после революции. Первый раз об этом заявлено. Понятие «брак» союз женщин и мужчин. Закреплен подвиг наших героев в Великой Отечественной войне. Закреплено то, что наша страна социально ориентирована, то, что медицина будет доступна и качественна, то, что будет постоянная дексация пенсий. Ну и то, что дети – это наше богатство. В принципе, вот эти социально-экономические параметры, которые включены в поправки, я их все поддерживаю. Осень для чебоксарских депутатов выдалась жаркой. Избран новый состав, седьмой по счету. Сегодня в Горсобрании 43 депутата. 30 мандатов у партии «Единая Россия», 13 мандатов достались другим партиям. 4 депутата представляют справедливую Россию, столько же КПРФ. 3 мандата получила ЛДПР, и впервые 2 места в ЧГСД получила Российская партия пенсионеров. Почти половина депутатов – новички, но в большинстве своем это известные лица в городе. Вот так характеризует новый состав ЧГСД председателя постоянных комиссий. Я считаю самым простым способом определения эффективности работы это, прежде всего, доверие наших горожан. Седьмой созыв, депутатский корпус действительно достаточно серьезно обновился. Сейчас у нас более молодой, энергичный, целеустремленный состав. Все депутаты с самого начала, прямо с первого дня работы нового собрания ведут активную работу на благо горожан и на благо столицы Чувашии. В седьмом созыве больше всего руководители предприятий, 24 депутата. В шестом созыве было 27. Есть руководители учебных заведений, два депутата. Также было у нас два депутата в прошлом созыве. Руководителей медицинских учреждений добавилось, было два, стало три депутата. Предпринимателей осталось столько же, три депутата. Прибавился один руководитель предприятий отрасли ЖКХ. В шестом созыве их было двое, а сейчас три депутата. Очень серьезно добавилось помощников депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. В шестом созыве был один помощник. Сейчас у нас целых четыре помощника депутатов Государственной Думы. Появился один пенсионер, появилось двое временно безработных депутатов. Ну и даже есть у нас уважаемый депутат, помощник управляющего Чебоксарской и Чувашской епархией Русской Православной Церкви. Один депутат. В общем, состав разнообразный, молодой, активный, целеустремленный. Я считаю, что работа в таком составе будет очень эффективной. Надо заметить, что многие депутаты уже работали в прошлом созыве. Поэтому мы скорее продолжаем начатое. А в новом созыве начали с того, что систематизировали все наказы, полученные от избирателей, направили их в работу. Некоторые наказы уже выполнены. Распределились по комиссиям, выбрали главу администрации города, главу города. Определили планы, по которым в настоящее время работаем. Решаются многие вопросы, решаются проблемы по обращениям жителей города. Проводятся выездные комиссии на разные объекты. Словом, работа кипит. На первом заседании столичной парламентарии выбрали нового главу города. Им стал Олег Кротунов. Впереди много целей, планов, огромный объем работы. Я в полной мере чувствую, осознаю ответственность за возложенные на меня обязанности. Уверен, что наша совместная, слаженная работа будет направлена только на служение интересам жителей города. Олег Николаев пожелал новому главе столицы республики и обновленному депутатскому корпусу всегда быть на страже интересов избирателей и совместной продуктивной работы. Перед нами стоит очень большая, важная задача. Сделать готовый период, пока вы будете обладать полномочий у депутатов, реализовать те мероприятия, которые заложены в комплексную программу развития в данном случае Горщево-Бацаре, в целом программу республики. И эти мероприятия должны очень серьезно видоизменить первоначально, конечно же, полный город. И в итоге условия проживания и качества жизни каждого гражданина Чувашьей спорта и жителей города Чуваксара. В ноябре назначили главу администрации города Чуваксары. Конкурсы были допущены два кандидата. Большинством голосов депутаты утвердили в должность сети-менеджера Алексея Ладыкова. Алексей Ладыков руководил столицей 9 лет. В соответствии с законодательством с ним расторгли контракт. И сразу же был объявлен конкурс на замещение вакантной должности сети-менеджера. Документы подали 5 человек. Конкурсная комиссия по набранным баллам рекомендовала двоих из них. Депутаты поставили точку, выбрав большинством голосов Алексея Ладыкова. Поддержали кандидатуру Алексея Ладыкова и депутаты Госдумы. Бывший глава столицы Чуваши Леонид Черкесов вспомнил добрым словом совместную работу с сети-менеджером. Много сделано, много привлечено федеральных средств, инфраструктуру города, строительство. Мы как никогда объемы строительства увеличены. Детские сады, школы, все те проекты, федеральные проекты, они дальше будут продолжены. Ну и конечно же важно, что вся та команда администрации совместно с депутатским корпусом в дальнейшем также эффективно будут работать на благо нашего любимого города и горожан. Долгостроя Чебоксар требует постоянного контроля, ведь на кону благополучия и комфорт горожан, которые хотят жить в новых домах. Это стало поводом для очередной выездной проверки членов постоянной комиссии ЧГСД по вопросам городостроительства, землеустройства и развития территории города. Они изучили проблемные объекты. Первая остановка – микрорайон Кувшинка. Специализированный застройщик-лидер, который возводит эти объекты, может быть признан банкротом. И тогда почти 900 человек будут признаны обманутыми дольщиками. Никто не будет брошен на улице, будем достраивать. Когда планируете сдать? На следующем году. На четвертой позиции, по словам подрядчика, остались отделочные работы в подъездах. На этажах дома депутаты увидели мусор, сваленные в кучу материалы и открытые коммуникации. Как утверждает представитель застройщика, квартиры готовы к сдаче дольщикам. В черновом варианте. Еще одна проблемная позиция в Кувшинке – 19-е. В сентябре этого года застройщик должен был сдать объект. Но он пока на нулевом цикле. Разрешение на строительство продлили до февраля 2023 года. И опять представитель застройщика был оптимистичен. График поставки материала сегодня уже возобновляем. Завтрашнего дня должны счета оплачивать. Плохо, вы пытаетесь нам что-то объяснить, пока все очень плохо, очень печально. Людей даже здесь на объекте нет. Поэтому комментировать смысла нет никакого. Не ведутся работы и по адресу улицы Речников 7. Дом включен в реестр проблемных еще в начале года. Сейчас идет сбор документов от конкурсного управляющего для дальнейшей передачи их в арбитражный суд и в Федеральный фонд защиты обманутых дольщиков, чтобы решить судьбу объекта. Будем верить, будем надеяться, что все интересы граждан и дольщиков этих компаний будут учтены. Наша задача рассмотреть, на какой стадии строительства, принять меры и понять, правду ли говорит застройщик. Более оптимистичная картина предстала перед комиссией на объекте компании «Гранит» на Алсламаса-11. Здесь осталось доделать подпорную стенку. Это замечание, которое выписали надзорные органы еще весной. В единый реестр проблемных объектов дом попал в июле 2020 года. Застройщик нарушил сроки передачи квартир более чем на 6 месяцев. Процесс длится с 2018 года. Ну, конечно, постараемся поддержать, помочь, но с выполнением всех условий, которые просят наша администрация и органы прокуратуры. Теперь депутаты намерены выслушать и другую сторону – встретиться с дольщиками и надзорными органами. Мы еще не остыли от выборов, которые прошли у нас в сентябре месяце. И мы помним те наказы наших избирателей. И очень много было наказанных, связанных именно с проблемным объектом. Поэтому наша комиссия сразу же взяла их на контроль. Таким был этот год для депутатов Чебоксарского городского собрания депутатов. Впереди большая работа. О ней мы расскажем вам уже в следующем году. Вы смотрели программу «Местное самоуправление». С вами была я, Наталья Мальчикова. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok